Наоборот, вкупят, выводим. То есть, если большинство будет смотреть на индивидуально Кайман, то они уже перестанут выбирать. Правильный вопрос. Молодец вы. Хороший вопрос. Но, опять же, как показывает практика, объекты мы много городов уже. Рассказываю я про возможности Каймана, показываю сделки даже. Но, уверяю вас, что как только вы все покинете эту аудиторию, вернетесь домой, 80% о нем даже не вспомнишь про Каймана. И только двое из вас посмотрят. Один дойдет до личного кабинета и будет использовать. Поэтому рыночная психология, насколько бы вы ни были осведомленным и крутым, все равно говорит о том, что толпа это заблуждающаяся категория. И сколько бы ее ни учи, она все равно останется толпой. Я очень надеюсь на то, что вы все-таки будете уходить в категорию меньшинства и не проигнорируйте то, о чем я вам рассказывал. У других же компаний тоже есть подобные настроения? Нет. Ну нет. Есть какие-то сайты, сервисы, которые анализируют настроения. Если они показывают другое настроение. Это как? Ну, если они анализируют так, как нужно анализировать, у нас не могут разницы показать. Какие-то игровые они трагиют? Ну, у англ есть похожие, да, с у англой у нас сходятся. По чистым показателям, да. Потому что тысяча трейдеров и сто тысяч трейдеров уже не имеют значения. Потому что тысяча трейдеров это уже толпа. И на основании позиций тысяч трейдеров уже можно принимать решение. Вопросы еще? Любой вопрос. Вот мы полуарно немножко там начали объемы обсуждать. Но здесь для всех нужно поснить, какие объемы мы умели бы до. Объемы? Объемы показателей, ючерсных. А, ну, это то же самое. В принципе, цикл практически то же самое. Поскольку фьючерсные объемы, здесь мы уже уходим из категории небиржевого рынка и делаем ставку на биржевый рынок. Вы это должны понимать. Небиржевый рынок отличается от биржевого рынка тем, что это рассредоточено. То есть есть масса брокеров, есть у каждого брокера свой пул трейдеров, инвесторов и есть свои объемы, которые генерируют у каждого брокера. Биржа, она более скована на этом плане. Но поскольку я уже сказал, то что толпу образует даже 100 трейдеров, давайте так, я не буду противоречить сам себе. Если кто-то из вас сделает ставку на то, что нужно больше обращать внимание, на индикатор код, кстати, он называется, на составляющую фьючерсного контракта биржи, вы уверены, вы придете к тем же самым результатам, к тому же самому пониманию, что даст вам простой заход в личный кабинет и анализ индикатора каймана. Там будут процентные эквиваленты те же самые, и вы всегда сможете понять, кто на рынке или нет. Но фьючерсные, да, составляющие, они по настроениям такие же, но я думаю, что многие даже не знают, что это такое, и многие не обращают внимания на то, что это есть, и уверены, что многие должны будут пользоваться. Есть более простые инструменты. И, пожалуйста, личный кабинет, ну куда проще, чем залазить на какую-то биржу, искать эти индикаторы и пытаться их интерпретировать. Далее вопросы. По техническому анализу еще, по индексам валют, что-то можете сказать? Например, евро по отношению к доллару растет, но если мы знаем, что евро идет по отношению ко всем, ну к большинству валют, это как бы более сильным сигналом является. Вообще, сами встречали, пользовались ли этим, либо как индекс валют? Ну, долларовый индекс, да, смотрю на него, потому что про долларовый индекс также вам было говорить очень много, потому что долларовый индекс, он отражает динамику доходности американских облигаций. Это действительно так, это корреляция там 100%. О доходности американских трежерис, я думаю, что, ну, практикующие трейдеры точно знают, что это предвосвещающий фактор возможных изменений долга. Я всегда даже в рамках своих трейдингов говорю, что если у вас есть сомнения, вы не знаете, как действовать дальше, но вы знаете то, что барометром всего рынка является, если не евро, то доллар, то вы можете зайти на любой портал, который покажет вам доходность американских трежерис, посмотреть, что происходит, к примеру, за последние несколько дней по этим облигациям и принимать решение о том, как действовать по доллару дальше. Если вы проникнетесь действительно на такие подходы, уверен, у вас будет еще один инструмент, который позволит вам уже добавить ко всему тому, о чем я рассказываю, еще один способ принятия инвестиционных решений. В общем, с миром по ниточке. То есть у вас есть техника, какой-нибудь любимый индикатор, у каждого свой, у каждого, может быть, система должна быть есть, но если система, она, скорее всего, основана на каких-то сакральных значениях, на каком-то отдельном индикаторе, у вас есть фундаментальное представление, у вас есть чуйка, которая говорит вам о том, что можно делать сейчас. Для кого-то это очень большое значение. Вот, к примеру, знаете Ларри Биллинса? Ну, может быть, не лично, а по крайней мере, знаете, кто это такой? Это человек, который на фондовом рынке американском поставил рекорд по доходности. Он за очень короткий промежуток времени разогнал свой депозит с 10 тысяч долларов, практически до 10 миллионов. И все-таки это успеха Ларри Биллинса. Знаете, в чем? Каждое утро, когда он просыпался, он смотрел, какой ногой он касается пола. Если это левая нога, значит, он шел и продавал S&P. Если это правая нога, шел и покупал S&P. Забывал иногда, что нужно так делать, но непроизвольно, что, ну, вы утром каждый в своих мыслях и можете пустить тот момент, чтобы запомнить, с какой ноги вы встали. Он ставил камеру у себя дома и после этого просматривал запись, какая нога касалась пола, левая или правая. И такой подход после этого он выпустил книгу, это все книгу, Ларри Биллинса. Ну, в некоторых, скажем, очерках точно. Смотрел еще на положение звезд, Луны и искал вот эти сакральные сигналы. Поэтому человек, который уже вошел в историю как рекордсмен доходности, сказать то, что вот вам пример и сакральные такие понятийные мнения, они не работают, у меня даже не поднимается, скажем, рука и голос. Я хочу сказать то, что у вас также может быть своя фишка. И если вы ее реально найдете, свою фишку, она может быть даже куда круче, чем кайман, чем техника, чем фундамент. Потому что в конечном счете, если мы будем копать глубже, и в моих словах о том, что будет 1 доллар, правда, не больше, чем в словах 5-летнего ребенка, который спросит, что будет из пары. И задать простой вопрос, вверх или вниз, скажи мне, пожалуйста, он скажет, вверх или вниз. Правды будет ровно столько же. Поэтому то, что даже вы здесь, говорит о том, что мы все в поисках нашего святого, священного, трейдерского храали. Я уверен в том, что если даже в четверг вечера вы сможете найти время, чтобы посетить семинар, ну уж вы точно найдете этот храм. Потому что это правильная инициатива, это говорит о том, что вы не сидите на месте, это говорит о том, что вы не ждете, пока кто-то опубликует какую-то новость и скажет вам, что сейчас лучше продавать и покупать. Вы ищете. И, пожалуйста, учитывайте в виду, имейте в виду все те факторы, о которых я вам говорю. Тогда результаты торговли не заставят себя долго ждать. И обращайте внимание на все. Вот прям в завтрашнего дня попробуйте каждый найти для себя какой-нибудь пирс. Пример, с Ларри Вильямсом я уже сказал. Можете снова начать, можете с РУ, я не знаю. Можно это позитивно закончить? Да. Потому что многие уже торопятся домой, но и отдельно можно будет задать вопросы, мы никуда не деваемся. Просто основные у нас вкусители. Безусловно, пожалуйста. Ваше время еще. Большое спасибо. Спасибо.